Видите, это полная венья, стандартная венья. Самое главное, для чего это нужно. Если я так понимаю, то если в позвоночнике это обмывается, то когда мы это делаем, то как бутылку взять, то оно в таком же режиме переливается или там более густая? Ну, ликвар, он такой, как лимфа. Лимфа, ликвар, как кровь. Ну, как кровь. Это, собственно говоря, структуры, что кровь относится к соединительной тканной структуре. Что интересно. Если есть время, я рекомендую прочитать книгу Томаса Майерса «Анатомические поезды». Вот у Светы, она даже в ней ее распечатывала. Может, у нее осталось, ну, собственно говоря, можно в интернете просто рыться, а у нее лучше спросить и почитать вот с точки зрения понимания структур, то есть вот насколько наше тело интегрировано. То есть реально в нашем теле существует 4 вида тканей, которые развиваются из вот этого трилистника, так называемого. И есть эпителиальная, мышечная, нервная и соединительная. Всего 4. Так вот, мышечная, она представляет из себя, это вот как в колбасе, вот это мясо. Ну, в этих оболочках. Только эти оболочки очень плотно соединены, но все завязано. И точно так же сосуды кровеносные, и та же кровь, которая по ним течет, это является соединительной тканью. Так вот этот ликвар, он относится к соединительной ткани и по структуре очень похож на лимфу, на кровь. Ну, только у него немножко другие функции. Ну, вот когда делают функцию, это вот ее убирают? Да, вынимают, берут ликвар. Да, у меня ребенку делали. У меня ребенку делали. Ну, берут, да. Она дает в ликваре, ну, есть разные анализы и проводится анализ там состояния организма по разным параметрам. Именно, ну, там вот по белокровию, по-моему, там определяют, есть ли белокровие, то именно по ликвару. И еще там, и вот эта смазывающая функция, да, она как бы прокачивается, а с другой стороны там еще и снятие напряжений паравертебрального корсета. вот в этих вот внутренней системе. То есть, ну, вот я в бассейне практикую следующие вещи. Они кажутся, вот, когда по жизни ты находишься в комнате или где-то сидишь, или вплоть до того, что лежишь, человек очень сложно бывает почувствовать напряжение где-то в теле. Ну, не то, что сложно, а не, наверное, сложно, необычно, не знаю же где. А вот в бассейне, особенно, когда плаваешь скоростные куски, где нужно на 25 метрах выложиться максимально. Под водой или под водой? Не имеет значения. То есть, можно и под водой скоростные участки плыть там разными стилями. И можно и нырок делать скоростной. Вопрос заключается в том, что когда вот этап восстановления вот этот происходит, я его обычно привязываю к 8 циклам дыхания, то постараться максимально расслабиться. То есть, чтобы вот в этот момент, когда делается вдох и выдох, почувствовать, где какие напряжения в теле, вот где нога напряжена, какая-то мышца, где рука. В воде это очень легко. И в этот момент именно, ну вот, когда они интенсивно работали, а потом максимально быстро снять вот эту нагрузку. Так вот, это может привязываться и к спине. То есть, вот человек, как бы, он не нагружает такой функцией свое движение, как вот эти волнообразные движения. Понимаете? По жизни он не нагружает. Ну, вот вопрос. Куда мы это делаем? То есть, эта жидкость, мы можем представить, она снизу или вверх вся. Или же там миллиметры какие-то движения этого всего происходят. Жидкость? Да. Ну, вот позвоночник, да. А суть заключается не в том, что... Ваня, кстати, запиши. Значит, смотрите, суть не в том, чтобы нам прогнать этот ликвар от головного мозга до копчика. А суть в том, чтобы дать ток. Даже если перемещение вот этой жидкости будет составлять там один сантиметр, то тем не менее он создаст там вот этот ток и будет убирать, вот как в ручье, допустим, да. Когда застоялась вода там, вы дали ток, оно уже сняло вот эту вот, сорвало какой-то грязь и пустило его в ток, оно пошло на обновление. Вот в этом. То есть, мы не прогоняем эту жидкость там от копчика каждого головного мозга. И смещение там может быть минимальным. Я, наверное, пороюсь. Это нужно найти, не забыть. Я в Киеве буду в среду. Очень хорошие видюхи. Сейчас вот он называется Оланда. Атлас Оланда, где там анатомический. Там очень хорошо показано, то есть, вот он срез структуры где спинной мозг, посвонки. И у нас срезано. И вот идет сам спинной мозг. Он тоже не просто кабель или там какая-то структура. У него твердомозговая оболочка. Потом вот эти вот как бы сами нейронные, из нейронных клеток состоящих, можно так сказать. Вот эти кабеля. Но идет такая, она называется паутинная оболочка. Так называемая. То есть, такая как паутинка. И сам спинной мозг, он не просто болтается там. А для чего вот эта паутинная оболочка? Она как бы частично удерживает сам спинной мозг. Чтобы он не ездил туда. А то человек, если будет весь день стоять, то у него туда вниз. Ну да, раз и упал туда вниз. То есть, там паутинная оболочка. Такая как вот структурка такая. И вот по этой паутинной оболочке, соответственно, между ними там двигается эта жидкость. Я предполагаю, что при определенном застое в этой паутинной оболочке, может накапливаться какие-то вещества. Вот как в кране осаждается это самое там. Накид, да? Нет, в живой организме туда что-то поставляется, и оттуда что-то удаляется. А если оно не удаляется, то, соответственно, вот эти все вот эти паутинки, они могут засоряться, да? И вот когда мы прокачиваем эту структуру, ну, прогоняем. Ну, точно так же, как кровяное нарусло. Если человек тренируется, кровяной ток у него функционирует, то, соответственно, вероятность там возникновения вот этих вот процессов, связанных там с... Как оно? Ну, не остеохондроз, но похоже вот для сосудов, да? Он, на мой взгляд, менее вероятен. Тромбоз? Нет. Не тромбоз. Ну, сосуды, когда они... А склеротические? Ну, да, и они могут и склеиваться. Склеротические процессы. Да, склеротические. И там, наверное, ситуация не такая, что с какой-то дырки одной наливаются, а с другой плохое выливается. Оно по всей поверхности. Оно что-то поглощает и что-то выделяет. Если мы начинаем это делать дверь, то большее количество жидкости контактирует с этими поверхностями. Ну, смывает его, да. Контактирует, получается. Если мы, например, просто поставим горячую чашку в холодную миску, это одно. Если мы проточную воду включим, это будет в пять раз быстрее остыть. Так и здесь. То есть этот обмен, массообмен произойдет быстрее наверняка.